Опять вопрос по танкам. У меня вопрос по танкам. Ну, я понимаю, танковое, танковое. Вот следующее, я сразу, давайте, выскажу предположение. Надеюсь, думаю, что оно оправдается. Следующий Рамштайн, если он действительно будет авиационно-ракетный, мы с вами будем неделю, как минимум, говорить о ракетах и тех самолетах, которые нам передают. Хотя вы уже начинаете задавать вопросы по поводу самолетов. И сегодня мы об этом, я надеюсь, поговорим. Так вот, вопрос такой по танкам. Как Леопард Абрамс Челленджер в количестве того, что нам пообещали, смогут изменить ситуацию на поле боя? И можно ли, имея обещанное на данный момент количество, использовать в качестве проведения операции типа Харьковской? Типа Харьковской нет, сразу скажу. Потому что Харьковская операция, она была уникальна в своем роде. Это была операция, мы будем так, я бы сказал, я бы ее назвал операцией «Форсаж» или «Операция на Форсаже». Почему? Потому что, что было в Харьковской операции, танки могли сыграть только начальную роль. Старт, дать старт этой операции. А именно, они с помощью танков, вот таких, тех, которые нам дают, достаточно было прорвать небольшой кусочек обороны российских войск. Что и было сделано. Оборона была прорвана. Но потом в прорыв вошли мобильные группы. И эти мобильные группы на высочайших скоростях начали распространяться вглубь обороны противника и заходить в тыл. И задача этих групп была наносить поражение противнику со всех сторон. Обрушение фронта произошло в результате паники. Когда российские войска не понимали, почему их атакуют с флангов и почему их атакуют с тыла. И причем, когда они начинали разворачивать голову и смотреть, кто их атакует, они видели машины с нашей символикой и с нашими флагами. И как, как украинцы уже сзади, украинцы нас где-то обошли, вот это и спровоцировало. Поэтому в Харьковской операции танки могли обеспечить только прорыв линии обороны. В Херсонской операции там было методическое уничтожение. Там была, в принципе, применена тактика выматывания и методического уничтожения противника. И у противника не оставалось выбора. Либо умереть под нашим огнем, медленно и мучительно, либо встать и уйти. Они встали и ушли. Мы преследовали отходящего противника и пытались ему наносить ущерб. Максимальный ущерб, который могли. Но там это произошло и в результате методического уничтожения резервов и войск, самих войск противника. Что касается, помогут ли нам танки в дальнейшем... Сейчас, смотрите, война переходит в позиционную... Перешла, навязали нам русские, россияне, точнее, навязали нам вот эту позиционную войну. Своим преимуществом численным мы вынуждены вести вот эту позиционную войну. И теперь мы перешли, возвращаемся в лекало Второй мировой войны. Чем прорывать фронт? Чем прорывать глубоко иншалонированную оборону? Естественно, только танками. Для того, чтобы это было успешно, танки должны быть что? Качественнее, лучше и сильнее. Вот эти три преимущества дают нам танки западного образца. Если механизированная бригада вооруженных сил Украины получает задачу прорвать на каком-то участке или сломить оборону противника, чем она будет ее проламывать? Естественно, танковым батальоном из состава этой бригады. Внимание, танковым батальоном из состава этой же бригады. У нас в механизированной бригаде есть один танковый батальон. Нам передают сколько батальонов? Ну, уже сейчас мы насчитали, там вот вчера цифра гуляла 103 танка. Это только западного образца. 134 танков под пакетом помощи, который был оглашен еще перед началом Ромштайна, на Ромштайне он был утвержден. Плюс сегодняшнее заявление Польши, плюс еще 60 танков советского образца. И того 190, и 103 этих, так это почти те 300, о которых говорил наш главнокомандующий генерал Залужный. Поэтому вот в этом плане танки помогут. Западные танки, в принципе, и нужны будут для проведения контрнаступательных операций. Для оборонительной операции, к которой мы сейчас готовимся, будет достаточно и тех танков советского образца, которые сегодня мы получаем от наших стран-партнеров. Редактор субтитров А.Семкин